Национальная идея России Экономика, экология, традиции, культура, наука, технологии для человека. Это вот то, что требуется нашей стране, нашему народу. На практике это означает, что мы, народ Российской Федерации, независимо от каких-либо идеологических догматов, при приоритетном развитии науки и техники, развиваем экономику, развиваем социальную защищенность каждого гражданина и бережно храним культурные традиции всех наших народов при безусловно рачительном отношении к нашей природе и планете в целом. Каждый человек в нашей стране имеет право на национальную, культурную и религиозную идентичность, а именно на сохранение своих этнических, культурных и религиозных традиций на территориях исторического проживания своего народа. И это право незыблемо. Для обеспечения социального равновесия и благополучия граждан России экономика определяется как свободная от идеологии. Никакие идеологические догматы в нашу экономику не могут попадать. Наша страна страдала из-за того, что идеологи притаскивали свои догматы. Внешняя коммунистическая инвазия была привнесена в нашу экономику, поэтому мы двигались путем, не способным вывести нас в лидеры конкуренции. Могли отрабатывать только несколько направлений. Мы не могли весь сектор экономики отрабатывать. Доля поступлений от использования всех природных ресурсов публично распределяется среди всех граждан в форме прямого поступления на персональные счета. У каждого гражданина в нашей стране должен быть персональный счет. В поступлении от эксплуатации наших полезных ископаемых, от нашей природы, от вывоза древесины из-за бугор и так далее, должны быть прямые поступления на персональные счета каждого гражданина. Содержание чиновничного аппарата жестко ограничивается фиксированной долей процентов, согласно публично установленного регламента и не более того. То есть не имеет права чиновничный аппарат разрастаться и восседать на народе в такой степени, как ему нравится. Есть фиксированный процент, который вы можете освоить на свое содержание и не больше того. Социалистический вектор экономического развития страны не может сдерживаться никакими догматами, никаких теоретиков и не может быть привязан ни к коммунистическому типу хозяйствования, ни к какому-либо другому идеологизированному учению. Только эффективность, только экономика в чистом виде направлена в первую очередь на обеспечение социальных потребностей граждан России. Мы идем социальным путем, социалистическим путем и мы не опираемся ни на какие там идеологии, нас не заносит в коммунистическую идеологию, что вы должны поиздеваться над экономикой, оставить только общественную собственность. Мы не уходим в какую-то другую, мы просто идем открытой экономикой, честной конкуренцией, которая позволяет на максимуме двигаться вперед. Весь собственный внутренний бизнес в России облагается справедливым социальным налогом, обеспечивается публичность всего капитала. Участие внешнего, ненационального, ровно как и любого условно-анонимного бизнеса регламентируется особой ставкой, обеспечивающей налогоблажение с переходом доли собственности в предприятиях в коллективные национальные фонды в пропорции 30% за 30 лет. Нелегальные бизнесмены, скрытые тайные бизнесмены, какие-то внешнегосударственные не могут захватить нашу экономику. Им препятствует для этого вот этот вот налог. Если ты там скрытый внешний инвестор, желающий за какие-то там продолжительные сроки захватить нашу экономику, мы тебе ставим определенный барьер. Ты посредством этого барьера, повышенной ставки налогообложения, будешь иметь не такие привлекательные условия, как наши местные бизнесмены, которые открыто здесь находятся и платят налог. Дальше вводится сама эта система. Вот 30% за 30 лет это ставка, позволяющая вести тебе свой бизнес, успешно его развивать, но бизнес твой будет также служить на благо государства. И мы это можем заложить юридически, законодательно. И вся страна будет этого придерживаться, и наша экономика будет развиваться. Вот такая национальная идея отражает интересы нашей страны. Национальная идея России – высокотехнологический социализм. Это очень хороший макет, это хороший такой стержень, который может содействовать развитию нашей страны. Для того, чтобы это действительно случилось, если вы поддерживаете эту идею, просто скопируйте ссылку на это видео и разместите ее на различных площадках, где люди смогут понять, обсудить эти идеи. И чем больше людей узнает об этом пути развития нашей страны, тем больше шансов, что мы к этому пути действительно придем. Ну или наше сообщество, наша разумная цивилизация разовьется до реальной политической силы и внедрит этот вектор развития нашей страны в нашем государстве. Это тоже возможный вариант. Давайте думать, давайте что-то с этим делать. Направление предлагается такое. Комментируйте, разделяете вы это направление, не разделяйте, что вы про это думаете. Спасибо. С вами был Виктор Катюшек, канал «Научный трибунал». Имеет не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачено всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности есть самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Но, 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 дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так. Дураки нас окружают, мы должны этому как-то противодействовать. Поэтому подписываемся на наш канал, смотрим контент, ставим лайки, распространяем по возможности по интернету. С вами был Виктор Катюшек, канал «Научный трибунал». Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok